Ребята, привет! Не знаю, я же привет! Ой, ребята, мама жжёт! Ребят, привет, с вами Игнат. Начинаю влог сегодня вон на кухне. Знаете почему? Мама, привет, привет! Привет, привет! Мы сделали вон что. Был у нас целый, цельный противень. Суши? Но это роллы. Суши, это же наоборот без водорослей. Мы вот сели поужинали и на эту полпротивня. Да больше чем полпротивня. Ну да. Ну душу отвели, мама с Виталиком. Я-то зимой часто их делал. А они мама с Виталиком заказывали. Виталик-то вообще раньше не кушал, слушай. Вот только в Питере начал ехать. Да, полюбил. А то ему не надо, а это вообще не еда была. Он уже готовится. Он даже уже научился палочками есть. А у тебя-то получилось? Ну так, чуть-чуть. Виталик готовится уже просто к переезду в Питер. Будете ходить, суши есть? Да. У нас-то тоже там есть. Нет, но вы здесь будете прямо в театр, а потом суши. Да. Мы сегодня нашли театр комиссаржетский на этой, на итальянской улице. Там площадь, как называется, искусств, где вы с Аней гуляли. Я специально туда пошла, и там столько театр и мюзикл. И какие-то, я не запомнила, там на одной, только в стороне, наверное, 4 или 5 театров. Это же такая прелесть. Представляешь, сколько тебе работы будет по тела приходить. Это же вообще, это вообще непочатый край работы будет. Я же все люблю. Всеядные оперы и балеты, мюзиклы, все что угодно. Да и просто, просто люблю театр. Я все люблю. Мамины цветочки с дачи, смотрите, вообще как распустились. Они так пахнут. Очень вкусно пахнут. Скоро уже, наверное, некоторые уже будут и опадать. Ой, не, не должны. Я сегодня все посвязала. Как у цветов у всех наискосочек. Новую водичку им поставил. Новую водичку их поставила. Вот она, ребята, кстати, моя эта фигня. В рюкзаке она висит на спине. Я ее просто достал, вода давно была там. Саша, с которым мы походы-то ходим в Крыму, он же этот... У него тоже такая штука. Да, но у него велорюкзак и веломешок этот. У веломешка отдельно. У меня вот эта штука вот так открывается и сразу соска выдвигается. А когда засовываешь вот так вот, хоп, и соска закрывается и все. А у велосипедиста она открытая, как-то и сразу он пьет. Короче... А? Да мне не надо. Короче, дело отличается от такой. Я думаю, что я с этим рюкзаком поеду свадьбу фотографировать. Я туда все вложу. Фотоаппараты, вспышки и... Вода это давно в мешке, мы уже когда на эту тучунхунь ходили-то. Хошиминовская тропа неделю назад, наверное, да? Ну ладно, даже больше, наверное. Уже неделю вода. Она там уже, наверное, скисла. Короче, я слил все, промыл. Надо будет... Но на свадьбу тоже. Где мне там воду, я и забуду про нее, да? А так в рюкзаке вода у меня... Скажешь, ну какой продуманный фотограф? Фотограф-турист. Я еще, я еще и в лук подсниму. А если захочу и рулик. Мы поедем в Иван-город, в крепость фотографироваться. Что пропадать? В крепость? Да. Да, она хочет красивые фотки в крепость. Может мне тоже с тобой сидеть? Ты тоже зачем поедешь? Я буду консультантом. Да и шучу. В общем, вот такие пироги, ребята. Вон они, наши роллы. Вот она маме в своих пионах. Я только их на подоконник уберу, маме говорит, нет, на столе его скользко. А это ты на подоконник убираешь, что ли? Ну, я и Виталик, походу, убираю. Мы убираем, а маме их только успевает. А я одного Виталика винила всегда. Я их раза три уже убирала. Как такую красоту тут сидишь. Она мешается кушать. Ну как, к чему они ж мешаются-то? Раньше он всегда, да и вообще любые свадьбы, или что, дни рождения на стол всегда ставились букеты красивые. Ну, у нас же не свадьба. Я на Невском. Смотрите, как его украшали парадом. На каждом столбе, ну, вот эти штучки есть, вот такие вот. Сильно красиво суворовские украшили. Мне кажется, что даже суворовские украшены еще как-то и получше, чем Невские. 5-30 градусов, вот 30, ну, плюс-минус 30. Жилище. Сказать вам толку. Фу, уже как, капец. А я пришел вот сюда. Сверху, бам. Ребят, мы сейчас с мамой поедем в гостиный двор. Ну, на гостиный двор поедем на прашку смотреть, есть там шорты какие-нибудь или нет вообще открытые они или нет. Мы тут додумали, что у меня шорты-то капец, драные все. Надо мне приличные шорты. В общем, поедем. Смотри, там Глория джинсы еще рядом. Вот что у нас на улице. Сейчас насчет поправок с мамой говорили. Мама говорит, не надо ходить. Я говорю, что ходи, что не ходи, все равно они их примут. А так они хотя бы увидят мое нет. Так что я все-таки пойду. Вот она, маме. Здравствуйте. Вон как у нас на улице. Где машина твоя? Я чуть даже не помню, где моя машина. Ну, где-то... А, где-то в кармане стоит. Ну, уже все в метро. А тут станция к нам осталась. И мы на прашке. Мама, Герой, зачем ты говоришь, что мы приехали тебе за шорты? Решак докладывает. Это хороший блогер. Все про него узнать будем. Ничего не утаит. Метро. Все же грязное. Мама говорит, только зашли, у меня сразу лицо зачесалось. Невский прослеж. Мама говорит, ты что-то так сказал, как будто я захожу в метро, и у меня сразу лицо чешется, а, говорит, у нее... То, что нельзя трогать лицо руками, поэтому у меня вечно начинает все везет, чесаться. У меня тоже такое, когда нельзя было. Ну, сейчас тоже нельзя. Я себе сейчас не отказываю. Не, я себя приучила вообще ни за что практически не бросал. Ты стоишь и берешься. Потому что сейчас, говорят, самый пик будет. Ну, да. У нас еще и коронавируса как такового не было по сравнению. И с тем, что произойдет, говорят. Люди сейчас не боятся, как бы ослабили бдительность людей. А это серьезная вещь. Все, мы на Кристином дворе. Туда, на Невске, а здесь мы выйдем уже как раз на Садовую. Нам же на Садовую надо. Как красиво это тут. Ветраж, да, красиво. Ну, это в советское время делали этот ветраж. Здесь я билеты, нет-нет, беру в кассир.ру куда-нибудь, но все. Что-что? Тут билеты на концерте беру. Ну, все. О! Ага, да, там только выход. Гостиный двор, походу, закрытый. Или открыли его? Я не знаю. В прошлый раз я смотрела, как и сегодня открытый был гостиный. Ну, сейчас мы заодно и посмотрим, закрытый он или нет. Ну, заодно Невске посмотрим. И с этой стороны. Ой, мам, я тебя не придержал. Что? Я тебя не придержал, говорю. Вот эта трава, видишь, вот в этих кругляшочках? Ага. Она скоро такая высокая будет. И красиво будет, да? Да, она прям по пояс будет. Гранд Палас. Народа, да? Пошли. И ветро красивое здесь такое. Ну, это... Они просто его как-то сделали в гостиный двор. Это гостиный двор красивое. А это гостиный двор? Да. Это не вестибюль, в сам гостиный двор вставлен. А-а-а. Вот они тогда, когда сносили эти церкви, могли тоже как-нибудь... Из церкви, да? Да, какой-нибудь рядом пристройщик. А мы сейчас, кстати, будем, где эту церковь огромную снесли на стеной площади. А вот эта... Вот здесь Анечка была, рассказывала историю, что некрасивые. И это вот эта самая главная библиотека. Здесь можно... Там с зеленой крышей? Нет, вот это вот белое, видишь? Вот это вот здание. Это государственная библиотека, да? Санкт-Петербургская. И... Ой, пойдем... Ну да, вот сюда зайдем. Там можно все по родословной вообще, говорит, туда все... Ну, Аня даже говорила, что на Московском проспекте новое. Там уже все современное. А сюда, говорит, женщина, я где-то смотрел, все за родословные. В смысле, про всех я про себя могу узнать? Да, все родословные, все здесь хранится. Это что же гостиный двор? РНБ. Российская национальная библиотека. Ну, это все гостиный двор. В смысле все? Нет. Кстати, он закрыт, его нету там света, не горит. Значит, и гостиный двор закрыт, потому что я сегодня заходил в два торговых центра, и галерея была закрыта, и где я в зал хожу, тоже закрыта. Стокман. Скоро, наверное, все. Ну да, гостиному двору 300 лет, по-моему, тоже. А, 250. Строили как. Все красивое было. Здесь Анечка говорит, и в те времена было типа а-ля такое все дорого-богато, а вот на пражке и в те времена была опрашка. Да? То есть в те времена была опрашка? Ну, опраксин двор, это, да, торговые ряды. Ну, там это, там все такое, а там все китайское, да, как и сейчас. Ну, там не то, что китайское, наверное, 300 лет назад, а там такой... Ну, типа, да, типа лаптик какие-нибудь, а здесь все такое, типа, модульерное. Баларевички какие-нибудь, домотканги. А тут платья. Да, платья какие-нибудь, шапки, кто дома сам шил. Платья, наверное, украшения всякие, самая дорогая еда, наверное, была. Короче, здесь, знаете, отоваривались. Отоваривались. Да, а там челень. И вот на челень идем на пражки и вор. Тут просто в Инстаграме были споры, они хотели вроде как открыть гостиный двор. И типа начали арендовать, ну, кто снимает, говорит, а чем это тут эти лучшие, допустим, тех, кто работает в галерее. И в итоге, видать, и не галерею, и гостиный двор, наверное, они открыли. А вот видишь, сразу начинается опрашка. Это где? Вот это вот все, как гостиный двор, вот это все, праксин двор. Вот это, конечно, красиво. Ну да, это же... Вот это длинный-длинный дом, это все в пражке. Это все вот так вот торговое. И весь двор там все, целый город в городе там. Ну, ничего себе. А я думала, я представила вообще какой-то как норильский рынок. Ну, там внутри как норильский рынок. Да. Там можно чертова лысого найти на этой пражке. Ой, вот смотри, вот это все к этому дворцу и даже вот этот домик. Флегелечек какой-то. Здесь, наверное, прислуга сюда. Наверное. А может, гостевой. Нет, гостевой. А, так и с той стороны тоже. Флегелечки по бокам. Нет, все флегелечки. Это флегелечки. А, пражка, ребята, открытая. Что? В шкатулку свою, как в детстве играл. В шкатулку? Да. Ну, это в этом. Так, а джинсовые магазины прям в конце в самом. Ну, ладно. Вон пряжа, не надо тебе пряжу? Надо. Это надо мне определенную. Надо будет зайти. Сейчас сразу зайдем, мы сюда не вернемся потом? Ну, не знаю. Давай сейчас зайдем. Странно, да, пражка открыта, а гостиный двор закрыта. Мы встречались. Мама в своей стихии. Глази разбежались. Сколько здесь пряжи. Это акрил, он не скатан. Там рядом на Фурштадтской есть такая пряжа. Какую мне надо. А по цене там дороже? 70 рублей 50 грамм. А тут? А это не такая. Немножко не такая. Вот, смотри, какая блестящая. Ага, у меня блестящая. Я сейчас в Красноярске покупала, вообще не дошла до нее. Удивительно, ребят, но пряжка открыта. Прям вон все чехлы, все открыто. Чемоданы. Ну там, ну-ка, сейчас еще посмотрю, внутри там открыто и закрыто. И тут все открыто. И тут все открыто. Пойдем вовнутрь, зайдем вообще. Если там внутри открыто, то вообще тогда огонь. Все открыто, представляете, и улица открыта. Мама говорит, внутри-то очень некрасиво, очень даже красиво. Рынок да рынок. Ну да, похож на норильский. А в норильский внутри красивый. Просто там еще ходить туда, туда, туда. Здесь можно шариться. Я говорю, здесь можно черта лысого найти. А тут никаких нет знаков, что там джинсы прольют, там... Да, надо смотреть по сторонам. И в джинсовых магазинах прям есть джинсовые. И там, правда, по ценам нам тоже смотреть. Потому что они здесь бывают офигевают. И делают еще дороже, чем в торговом центре. Чем в дорогих магазинах, да? Не в дорогих, а чем в обычном торговом центре здесь дороже. Допустим, я джинсы могу за полторы-две купить, а не тут 3500 просят. Ой, смотри, мальчику усы нарисовали. Я маме говорю, вот такое надо в Питер уходить розовенькую или беленькую. Разлеталечку. Представляешь на Невске, выйдешь? Ну, у меня сразу куда-нибудь в каталажку. В дурку? В дурку, да. Вон какие-то шовты есть. Все, мы все купили, что хотели. Ну, мы хотели шовты. Еще купили. И что купили маме? Футболку. Я в московском районе. Гляньте, какой во дворе огромный бункер. Офигеть. Весь двор прям занимает. Прикиньте, войнушки игрались. Что, не уберут? И вон, видите, трубу прям из него. Вентиляция, наверное. Офигеть. Это, ребята, улица Фронзе, 16. Вот тут этот огромный. Огромный-огромный. Бункер посреди двора тоже. А что, вот так вот сверху, да, когда холодная война была? И фиг, кто угадает, что там какой-то бункер был. А он там есть. Да, здесь, конечно, дома эти сталинки огромные. Фронт за 15 вон. И все так взорвавшее. Зелень. Зелень без машины. Мало машин. А еще тут, ребята, у них гаражи во дворах. Прикиньте. До сих пор. О, какой дворик. Дома огромные. Сталинки, сталинки. А вот уже сталинка какая. Смотрите, какие там балконы. Вот эти сталинки же все натуральным камнем выложены. Вот уже арки парадные. Не похож он на старый дом, конечно. Это, наверное, новый, ребят. Вот это вот старый. А это, да. Еще паркинги. Конечно, это не старый. Еще так балконы смотрю. Думаю, сейчас такие балконы делают. А вот он. Сталинка. Прям настоящая. Камнем выложены. Там еще что-то полукруглое, дореволюционное, похоже. Вот он, старый. Дом натуральным камнем выложен. Этот, конечно, похож, но это новостройка, по-моему. Это, наверное, старый детский сад такой. Как дворец. Вон, видите, тоже гаражи, гаражи, гаражи. Капец, ребята, тут дома красивые. Смотрите, какие там окна. А вот тут, смотрите, какие арки. Наверху какая отделка. Да, в Питере перестали немного построилась, конечно. И с этой стороны вам какие аркиры, тоже видите. И все зеленое. Все заросшее. И гаражи. Меня так удивляют гаражи. Я в этих районах редко, когда бываю. Ребят, смотрите, я в коммуналке. Вот это вот такой коридор. Я просто... Там кухня, походу. Да, это кухня. Тут, видите, гладильные. Посмотрите на этот коридор. Огромная квартира. Тут 8 комнат. Сейчас я вам еще покажу номер. Это... Три раковина. Тут душ с окном. Тут 2 туалета. Это капец. Прикиньте, какой коридор. Я в шоке. Я говорю, здесь свадьбы играть можно. А вот, ребят, равная. Я вот так вот шел. Дворами шел. Короче, ребят, мне сейчас Паша вам сказал. Этот такой же дом, как вот этот. Одной серии. Одной серии, да. Здесь у Паши коммуналка и есть. А вот этот просто надстроили два этажа. И поэтому я не мог понять, то ли он новый, то ли он старый. А, ну да, и на твоем доме эркеры вот эти же тоже есть. Только они камень, походу, позбивали. Ну да, реально. Тут, оказывается, еще вблизи. И это Чесменская церковь, такая же, которую, как я в красном, в селе красном видел. Мы, короче, с Серегой ехали домой. Из Крыма. И заехали в одну... Ну, там указатель был. Старая усадьба и церковь. Мы заворачиваем. А там... Ну, я Чесменскую церковь и знать не знал о ее существовании. Но мне она понравилась. Короче, это не прям одинаково. Что та, что это. Только та стоит в деревне. Прикинь, в полуразвалины. Смотрите, тут тоже какое-то здание старое. А церковь... Я вот, кстати... А вот, посмотрите, кто же смотрит. Тут табличка есть? Да. Пойдем глянем. Я все порывался. Найти, где она стоит. Я знаю, что она в московском районе стоит. Ага, вот она реально. А, это церковь, наверное, это был дом, типа... Вот, у меня есть ролик. Село Красное. Мы туда в башню с Серегой залазили. Нам, правда, не дали в колокола жахнуть, но... На колокольне мы были. Здесь, наверное, деревня вокруг была тогда. Что же, туристов возят? Автобусы. Вон она, где, оказывается, стоит эта церковь. Один в один как-то. И ту покрасили так же. Ну, она, церковь 90-х, говорит, заброшенная была. Она такая необычная. Ну, что, забора нету, как обычно, как у церкви ставят забором. Так и это, и сами эти... Купола, не купола, а вон как... как сделано. А вон кладбище. А вот тут сзади больница. Что там сзади? Сладбище. И что? Ну, там старое кладбище. А вот тут больница. А, больница? Я не расслышал больницу. О, и тоже солярный этот символ над ней, над дверями. Что, зайдем? Ну, просто в Питере ожидаешь такое увидеть. А вот село Красное, где, блин, ну, если человек 300, дай бог, живет, вообще не ожидаешь, увидеть такую церковь. Да, один в один. Ребята, она по-другому, конечно, разукрашена, но ту делали уже относительно недавно. А эта-то давно отремонтирована, наверное. Да, я думаю, может, с ней ничего в 90-х и не было. А мемориальное, это, наверное, после какой-то войны? А, старое, прям старое-старое? Да, там, да. А ты был-то? Нет, еще не добирался. Сейчас все, типа, просто пойти. Вот там, а ты что у нас? Цоколь. А, так там, ну, оно закрыто. Слушай, а могилки такие? А, нет, открыто. А могилки, как будто как это не наше кладбище. Воинское кладбище, чесменское, режим работы. Вот просто, может быть, его уже такие могилки позже поставили. 1800. Ну, это отечественная война, которая была. Это после нее эту церковь поставили, что ли? А, 700, да. Это же 700. Неужели вот эти надгробья все с того времени? А, ну, это, наверное, это. Было старое кладбище, но здесь похоронены, кто? Годы Великой Отечественной, наверное. 1917-го, в 43-м умер. Вообще молодой, 20 лет. И даже фотографии сделали. Просто, да, вот такие вот надгробные, надгробные это. А он старый, пойдем. А, нет, это уже, наверное. Волковское кладбище, да. Волковское? Да. Я там тоже не был, по-моему. 1843-й. В общем, это уже новые. Это Великой Отечественной. Безымянные, безымянные, ага. Тут, походу, была Чесменская после, ну, 700-х, а потом уже ничего не осталось. 42-й. Да, это Великой Отечественной войне. Что-то я иду, даже не снимаю. Я через Парк Победы иду к метро Парк Победы. Мне там сегодня с Пашкой встречались. Передать ему надо было кое-чи-го. О, да и мы последний раз в Крыму виделись. Пообщались. В Парке Победы он. Церковь какая-то стоит, я ее не видел, что-то. А я с этой стороны не ходил. Когда еще там концертный зал-то был. И я с другой стороны шел. Потому что, который снесли-то. Я сейчас Коле звонил, думал, может, он выйдет. Он что-то не алло. Скинул трубку на работе, может быть. Я охренел. Вон там Колин дом. А вот это вот два года назад. Я два... Ну, я приезжал, еще снимал. Но вот именно Коля живет не был здесь два года. Здесь, короче, все уже достроили. Уже жизнь кипит. Кафе. Я вон шаву себе купил. Я жжать сильно хочу. Прикиньте, вот это вот все строилось. Еще только на начальных стадиях было. И уже люди живут. Офигеть. А этот дом вон еще не достроили. Ну, вот этого дома вообще здесь и не было. Здесь пустырь был. А вот это вот... Ну, прямо еще на стадии котлованов было. Ну, может быть, плюс-минус какие-то уже и стояли. Офигеть. Вот это, да. На глазах. Я вон где встал. Тут сейчас я в Кудрово въезжал. Я, короче, тут эту... Савита купил себе разгрузку для фотоаппарата. Ну, задешево. Дешево. Поэтому поехал в Кудрово. Но была моя ошибка в том, что я поехал на машине. Блин, это жесть. Вечером в Кудрово на машине. Я такую пробку отстоял, чтобы сюда залезть и заехать. Так, сейчас я вам покажу шавуху. Ёпа-мать, ребята, посмотрите, какая она огромная. Мне ее на три раза бы по-хорошему не доело. Я, конечно, ее, ребята, собачка прибежала, собачке отдал. Охренеть большая. Ну, больше половины я съел. Что-то странно. Коля трубку сбросил. Маршрут перестроен. Посмотрите, как в Кудрово. Через 100 метров поверните налево, а затем маршрут перестроен. Олечка не понимает, где я. Она, наверное, не знает, что в Кудрово уже все открыто. Интересно, ребята, вот тут домики вот эти стоят, а вот тут вот прямо у дороги был. Не снесли они. Нет, вот они у дороги, домики стоят. Ничего не снесли. А вот тут вот был дом. Недолго сопротивлялись. Походу его все-таки они выкупили как-то. Да, вот тут вот был дом. Ребята, а самое, знаете, что самое, ну, за что я себя ненавижу? То, что я сильно-сильно хотел шавермы. Ну, я как иду по городу, думаю, ну, вот когда-нибудь я ее съем. Когда-нибудь я ее съем. Сейчас я ее съел. Ну, потому что я так и думал, что когда-то, рано или поздно, я ее куплю и съем. Она, ребят, невкусная была. Прям невкусная. Смотрите, какой там закат. Через грязное стекло. Где же Николя? Чего же он труп кто-то не взял? Я ему написал. Я что, тут ты молодец, даже не предупредил. Я реально туда. Так, это спонтанно заехал. Ну, нет, я говорю, мне там больше что-то купить надо было. По Большогохтинскому еду, ребят. Смотрите, какой закат. Смольный. Башня Большогохтинского моста. И закат. Ну, конечно, красота. Да еще столько дней погоды держится. Прям не нарадоваться. Представляете, жарища. В Питере жарища. 30 градусов держится уже. Капец сколько. Это же где такое вид, да? На. Чтоб у нас жара была. Як в Крыму. Еще такие-таки отблески на домах. Ой, красота. Все. Аааа. Привет. Продолжение следует...